В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Брат Михаил, благослови занятия наши. Благослови, Господи, эти занятия и все услышанное, чтобы легло нам на сердце. И для слова, храба, чести, поклоняй веки, вечно, тесно, в Санкт-Петербурге. Аминь. Господи, самое главное, чтобы на сердце. Почему написано? Какое сердце у человека? Там у него и сокровище будет. О чем думает человек? Интересно, главное, разум, сердце и вера. И давай крутись вокруг этого всего. Почему? Что произошло в 2019 году, что много человек приехало? То есть я вот смотрела, 18-й год, 17-й год, там по 3-4-5 человек. И в 19-м 10 человек, потом еще, еще, еще. Что в 19-м году такого произошло? Это у меня вопрос. Причем из разных стран приехали. Яд куда-то появилось. Как меня прибило-то? Ну, в 19-м году произошло то, что накапливалось, начиная с 10-го года. Может быть, Сергей парализован в конце 18-го. Ну, в начале 19-го, да? Или в конце 18-го? Ну, да, да. Ну, я не знаю, Сергей парализованный, как повлиял на всех. Ну, да, кто-то говорит там, что я там через Сергея парализованного там что-то увидел, что-то там еще. Не, ну, просто называется слово такое контент. И вот контент вышел на заданную величину. Это об этом нам говорил Гавриил, который делал, пытался развить у нас через разные контакты в интернете. разные вот эти, как они называются-то, ну, все YouTube, потом это, как они называют их назвать-то, не каналы, но через разные сети. Обычно сеть это, говорит, одна сеть, это интернетная сеть, а это все называется, ну, через различные соцсети. Мессенджеры, да, вот называют, а как он на русский тоже переводится. Площадки, вот, через разные площадки. И в конечном итоге это достигло своего, своей вот величины определенной, много людей вышло. Вот именно в 15-й год, что вот мы все как бы собрались, и мы все вот так вот устояли. Остальные там как-то уже не так. Это был костяк. И вот мы сейчас вот в скайпе... Ну, то же самое, как у нас было в 96-м году. В 96-м году. Ты в 96-м крестился? С нами? В 99-м. А, ты в 99-м, да, точно тебя не было. Крестились Валентина Павловна, Людмила Степановна до нас крестилась в 95-м. Потом Валентина Павловна, Галина Николаевна, Юдакия Козьмовна была, умерла. Там кто крестились-то еще? А Лена Политыкина крестилась с девчонкой своей. Ой, там... Ну, короче, много тех даже, кто здесь сейчас, в 96-й год. В 96-м годах. Да, потом вот ты вспомнила Галину Николаевну Селину. Ну, она крестилась тоже. Ну, она ушла, правда. Ну, а кто-то и до сих пор здесь. Ну, уже больные, кто-то умер. Итак, 6-я глава, 22-й, 26-й стихи. О, брат. Ага, вот как. Я думал, ну, вот это, да. Неужели брат будет заниматься с нами? Сейчас что-то нам выдаст. Так, ну ладно, Игнатиныч скоро приедет. Духовная подпитка опять у нас начнется. Мы его высосим, станем духовнее. Он опять нам тут сделает вставку. Вставьте. Ну, вроде тут светлее стало, да? Да. Еще... Займите. А что вы туда садитесь? Садитесь сюда, потому что съемки здесь идут. Вот сюда сядьте, брат. Сюда сядьте, чтобы вас видно было. Ну, и вяжи. Какая, кому разница? Ты все равно ничего не... Все равно не участвуешь практически. Чтобы что-то добиться от вас, это надо к стенке поставить, как фашисты ставили. А теперь говори, что ты знаешь о Библии. Или Рахстлиляем. Тогда начинается суета. Как Ваня дробот. Когда началось все это там. И тут же садится, запел вместе и все. Все только ушло, все, никого нету нигде. Все. Отпустила от задницы. Отстали. Никто не укусит теперь. О, ну все, отстали. Ну все, теперь можно. И дальше опять так же безбожно жить. Ждем, когда ты сядешь тут. На другой, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 22-26 стихи. А какое у нас сегодня число-то? Девятое же, да? Завтра Игнатий Иванович приезжает. Десятого. 22-й год. Октября уже. Октября. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, по ту сторону моря, запоминайте внимательно, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики, его иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими. Отплыли одни ученики его. Ну помните, насколько они отплыли? Разговаривали мы на том занятии. Насколько они отплыли? Высчитывали там. А, тебя не было. Высчитывали, картину выстраивали. Ты не помнишь, насколько отплыли? 50 стадий. Сколько? Ну ты дал, Маху, много. Нет. 25-30 написано. Или 30 стадий. А сколько стадий это оказалось? Римская. Причем римская. Нам сначала египетскую. Хотел кое-кто подсунуть из твоих братьев. Я говорю, а что египетскую? Да мне так нравится. Ну ты поняла, кто это был? Младшую. У меня все младшие. Не помнишь, сколько? А я говорю, может и римскую все-таки. Они же по чьей-нибудь у римлянов были. И он говорит, ну ладно, римскую. Посмотрел, римская 185. А египетская сколько? Была стадия метров, конечно. Ну 50 метров получилось, примерно. Сколько? Примерно 50 метров. Как 50 метров? 500. 25 или 30 стадий отплылили они от берега. 500 метров. Одна стадия 185. Римская стадия одна. 185 метров. А египетская 176. Ну мы взяли римскую, которая на 9 метров больше. И теперь посчитали. 30 умножить на 185. 5 километров. 5 с половиной километров получилось у Несора. Так что там далеко от Несора? 5 сколько? 5,5. А, ну вот правильно. Вот, 5 с половиной километров они отплыли. Я бы не слышал. Я могу сказать, что если мы сейчас опять будем проходить то же самое занятие, это будет очень интересно. Потому что я хотел, чтобы они нарисовали мне картину. Вот, глядите, давайте опять вернемся. Я люблю возвращаться ко всему. Потому что я уже мебель нормально знаю. Я ни над кем не издеваюсь. Просто я хочу, чтобы все ее так же хорошо знали и любили. Вот, глядите. Всего-навсего мы читаем. 6 глава Евангелия Теана, 16-21 стихи. 5 стихов. Вот, гляди. Когда же настал вечер, ну сразу, картины, представляете. То ученики его сошли к морю, сошли, то есть там круто было. И вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря. Лодку, представьте, сколько лодка. Вот такая была или не такая? Вот такая была. Да, такая примерно и была. Правильно ты говоришь. Где-то около 10 метров лодки строили. Почему? Они для рыбы были. А сейчас мы узнаем, почему еще. Это было, как называлось? Какое это море? Генесарецкое. Генесарецкое. Галилейское. Галилейское. А озеро Генесарецкое. Это одно и то же, кстати. Хрен редкий, не слаще. Просто с одного берега называли вот так, а с другого берега называли вот так. А рыбы из того берега, с которым Галилейское. Да, и поэтому, когда говорят, пристали к Галилейскому берегу, значит понятно, там Галилея. А если пристали к Генесарецкому, значит там Генесарец, то есть язычники. Ну так. Ну это для картины нашей очень важно. Интересно, ты сейчас сможешь картину составить или нет? Ты кое-что знаешь и тебе рассказывал. О них как братья тут у тебя. Ну помогали. Отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Даже географические карты мы открывали, смотрели где Капернаум, где до этого были они. Они сидели там на траве-то, помните, чудо это было? С хребами. Дул сильный ветер. А, нет, становилось темно. Ну вечер настал, а теперь становилось темно. То есть понятно, они грибут-грибут, а становится темно. Мы даже рассчитали скорость лодки. Мы всю картину рассчитывали. Сколько они могли проплыть, за сколько времени, почему стало темно. Но вечером они вошли, там быстро темнеет в южных местах. Кто был на югах, говорят, очень сильно темнеет. И я тоже могу сказать, я в Одессе был. Одесса не наша еще. Очень хороший город. Но люди, как в анекдотах про армян, а люди, говорят, а люди все те же. Такие же. Сарач. Да, да. Есть в них нечто такое, они за тех, кто победит. Причем с огромной радостью. Евреев много. Очень много. Это что? Зеленский оттуда. Он, говорят, там с Кривого Рога. Я думаю, нет, не с Кривого. Это случайно занесло туда батьку его, дедушку. С Одессы, конечно. Кстати, у прабабушка Маринина тоже с Одессы. Мариша тоже одессенька. Ничего, Одесса будет наша. Не унывайте. И так дальше. А у меня там родственники водились. Тетушка. Проплывши около 25 или 30. А, да. Дул сильный ветер, и море волновалось. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. То есть, а что он должен прийти к ним? То есть, они его ждали, оказывается. Вошли в лодку, отправились на ту сторону. Остановилось темно, а Иисус не приходил к ним. А как он должен приходить к ним? То есть, они вдоль берега плыли, наверное. Дул сильный ветер, и море волновалось. Что тут понять, как? Ну, они достаточно далеко отплыли. Я жил очень. В плык не доберешься. Знаешь, что? Я тоже так думал, что они отплыли далеко, и даже сказал, что 5,5 километров. Но куда опять отплыли? Мы даже это высчитали. Куда? Нам нужно знать, откуда они отплывали и куда плыли. Ну, это берег, от которого они плыли изначально. Нет. Они приплыли туда, куда плыли. Куда они плыли, они отправились в Капернаум. То есть, с Генесаревского берега они плывут через озеро в Капернаум. Капернаум не тоже, не совсем на берегу. Но, понятно, значит. То есть, на берегу, там, где Капернаумы не должны высадиться, Капернаум туда в горы. Мы знаем, что он в горы. Потому что они хотели свергнуть Христа Капернауме Татьяне. Когда он там в синагоге говорил, они его хотели свергнуть с высоты. Капернаумовцы. Да, поэтому Капернаумитяне, но Капернаумовцы. Капернаумовцы. То есть, понятно, что, чтобы туда попасть, нужно было подняться. Ну, может, он так вот восходил, не сходил там вниз. Но синагога была где-то высоко, видать. То есть, вот мы рисуем картину. Нам нужна картина, что, как происходит. Глядите, какие, во-первых. Во-первых, был вечер. Был вечер. Христа с ними не было. Не говорится о том, что они должны его ждать. Или что становилось темно, написано. А Иисус не приходил к ним. То есть, смысл. А они отправились на ту сторону моря. А Христос не приходил. А как он должен был к ним прийти? А? Не, может быть, они его ждали, что они поехали поплыли на море, а он пошел по суше. О, вот, 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 вот. И они приплыли туда и просто его ждали. Может, там, сколько там. Нет, они никого не ждали. Они плыли. Они плыли вдоль берега. И проплыли они пять с половиной километров вдоль берега. Вдоль берега. Об этом мы не говорили на том занятии. Не открылось. Вот мне лично не открылось это. Сейчас мне открывается. То есть, они искали Иисуса. Смотрели. Там дорога по берегу была просто. Дорога. Он ушел возле берега. Да. Они думали, что они где-то его увидят. Вот в чем смысл-то какой. И вдруг они видят, он идет, но по морю. То есть, нам нужно увидеть чудо. В чем оно чудо-то? Как? Я думал так, что они отплыли там на середину пять с половиной километров. И вдруг он идет вот тут по морю. Но тогда они... Написано. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. То есть, они понимали, что он должен к ним выйти где-то. И дело все в том, что они доверяли ему, что он выйдет точно там. А они много проплыли. То есть, тут чудо в чем? Во-первых, что пять с половиной километров. И он показался именно там, куда они подплывали. Оказался. И шел по воде. То есть, все это вместе. И было сильное волнение. Они еще были в тревоге. Тут уж, как говорится, не совсем. И чудо-то это увидишь даже, усмотришь. И когда он подошел, все утихло. И они его хотели принять в лодку написано, чтобы он через борт ногу перебросил. И вдруг они пристали к тому месту, куда плыли. То есть, к Капернауму. Да. А теперь самое главное. А где Капернаум-то идет? Сколько до него? Где они были и вдруг пристали к тому месту, где они? Они были в генесаретской стране. Там, где язычники. Там, где этих они. Гадаринская страна. Ну, а Капернаум там через озеро. А сколько это озеро по ширине? Ну, то есть, они считали его морем, то это было очень огромное озеро. Да, огромное. И мы даже знаем, сколько. Братушка Нестор нам помог. У него с тобой телефон. Он там все это быстро высчитывал. Ширину. 50 километров. 53 километра, если точнее. 33 мили он даже там. В милях ему даже. 53 километра. Ну, пускай это было не совсем поперек, а где-то вот чуть в стороне. Ну, мы так договорились, что пускай это будет, ну, 35 километров, 40. Но они сразу предстали в один миг. С такой скоростью 30-40 у нас даже, ну, земля не крутится вокруг Солнца. В вечности. В вечной вселенной. В этой. В дикой. Она всего-навсего летит со скоростью... Три тысячи двести километров в час налетим вокруг Солнца. Да, она не увеличивается. Да, сейчас попробую скачать и увеличить. Да, тут, конечно, маловато. Ну, в общем, 50 километров, ну, километров 35-40 они быстро пристали. Вот картину мы обрисовываем. Какая картина тут вырисовывается? Очень много. А для чего? Мы должны чудо представить себя. Здесь мы не можем представить. Ну, что-то пришел, зашел, ждали, что-то темно. Вот, 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 вот Капернаум, вот где, вот это, да? А, вот Капернаум, да? Да, на английском. Вот Капернаум. Вот Капернаум, где? Так, а где, это, Гадаринская, вот Гадаринская, да? Да, да, скорее всего. Да, получается, по самой широкой части они. Нет, не по самой, вот самая широкая. Да, самая широкая, чуть ниже. Ну, да, да, чуть, ну, где-то 40 километров. Да, только они плыли, скорее всего, вокруг. Они, они вот так сюда вот еще плыли. Это Грифлин, нет, это не Грифлин. Как это называется? Это все на этом, не на английском, а... Даже не на английском. На этом, на греческом языке. То есть они, они плыли на север, я прямо хочу сказать. Плыли на север, потому что они по берегу обычно, когда сильное волнение, чтобы не захлестнуло, чтобы хоть можно было спастись. Вот так, вот такое чудо случилось. Это до того, как Петр, Петра еще высвобождал Господь, получается. До того, как Петра... Тут нет, нету про Петра ничего. Не спасал Петра. Значит, еще будет, как он Петра спасал. Тут они вообще даже ничего не смогли. И вот теперь, после этого... Да, это Евангелие Таняна. Теперь после этого, шестая глава достроена, вот шестой стих, вот. На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, может быть и правильно так, что мы там напомнили, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было. Ну, то есть, они спустились, сели и поплыли ждать его. Темно было, было вечер, они видели. Потом наступила тьма, они уже ничего не видят. То есть, видят, что нету Иисуса там. А Господь им сказал, я скоро приду к вам. Вы плывите. И они не поплыли по прямой-то, они же думают, ну, он через землю появится. И они вот так. А он просто пешочком по воде решил копирном срезать, сократить там. Пройтись. Там этот попытался что-то изобразить, фигушку какую-то, наш этот рок-певец-то, как его, который пойдем гулять по воде со мной, там, про Петра. Наутилус, да. Наутилус там. Пытались что-то там они такое сумничать. Но только это и запомнилось. Пойдем гулять по воде со мной. Ну, оно неплохо так. Ну, надо сначала серьезно уверовать, а потом Господь, может, тебе нормальные стихи даст о нем написать. А так, ну, черт, только только сожаление одно остается. Но, однако, там осталось запоминающее стихи. Гулять по воде со мной. Может быть, кто-то из молодых людей, это их побудет искать Слово Божие. Как меня в Булгаках побудил искать. Зарезал Иуду или он все-таки удавился. Я знал, что удавился. А у него там зарезал. Но я не учел, что это Евангелие от Сатаны. Он всех хотел заблудить, Сатана. А меня побудило это искать Библию вживую. А потом уже толкование, все, это приложил мне Игнатий Тихонович здесь. Тут я уже приложу. Марине звонил, звоню и говорю, мы переезжаем в Потеряевку с тобой сразу. Я говорю, там все верующие, там так хорошо. Она, не может этого быть, это секта. Я чувствую, что это секта. Я раз пять читала мастера Маргариты. У меня все время. И вот я думаю, почему Иисус, вот как бы он маленький такой. Да, такой. Ну он там заискивающе смотрит, там написано. И когда он пришел там где-то на крыше, то есть Сатана сидит, он такой огромный. И Иисус пришел на крыше. Там нету Иисуса. Нет, нет. Там Матфей пришел. Ну Матфей, как бы Матфей. Ну там у тебя свет, там не надо, мастеру надо другое место. Решали сегодня мастера. Да, 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 да. Ну это выдумки, конечно, уже все. Об этом я даже не говорю. Там есть такое, что неприемлемо вообще. А то, что он хотел показать, как Сатана оболгал весь народ и захватил с помощью предательства церковников, захватил просто целую страну. Гигантскую страну, в которой было православие, так сказать. И все думали, что это православное государство. Оказалось, пшик один. Никакого православного государства нет. И все из-за войны. И сейчас опять идет война. И в какую сторону она как отразится. Опять не понятно. Но будут какие-то катаклизмы, будут какие-то перевороты. Кстати, на засыпку вопрос. В каком году началась колонизация Северная и Южная Америка? С какого года? Колонизация. Когда эти земли Северной и Южной Америки захватили европейские государства. Провозгласили их своими, и они стали у них колониями. С какого года? Ну, кто первый? Кто первый? Что, не знаете? Да вы что? А какой прям есть фильм такой, я вот его очень мне нравится. Там этот играет Депардье. Про Колумба. Он там Колумба играет. Как он называется? Там буковки, ой, циферки идут. Один. Потом дальше. Какая циферка? Четыре. Четыре. Неплохо. А потом какая циферка? Девять. А потом какая? Вот в Америке эти цифры все знают. У них это как какие-то тайные там записи. У нас никто. У нас этого не было, как бы и все. Это же великое было действие. Какая последняя цифра? Когда Колумб доплыл до этих островов кубинских? Нет? Кто? Колумб. 1492 год называется. 1492. А у нас, а в Европе какая цифра? Знаете? Нет. Не знаете? Ты не знаешь? Не знаешь? Один. Шесть. Шесть. А потом? Один. Один. И еще? И еще? Не знаю? И два. 1612. Остановлено продвижение было Османской империи. Около Вены. 1612 год. 11 октября. Вот через два дня будет празднование. А нет. 11 сентября. Сентября. Остановили продвижение Османской империи. А в этот момент в России как раз добивались смуту поляков в 1612 году. Для нас 1612 год тоже очень важен. Так что в Европе видите какие. А вот для всей Америки это был 1690. А в каком году колонизировали Африку? Когда стали вот там нидерландские колонии, французские колонии, германские колонии, когда там английские. Английских мало а вот Нидерланды, Бельгия, потом Франция. Да, да. Английские это Индия и так далее. Это другие года. Так в каком году? Вы знаете, что состоялась целая конференция? В 1884 году. И Африка была поделена прямо на этой конференции. Не так уже захватами такими. Хапком. Кто прилетел там быстро это мои земли застолбил. 1884 год. Всего-навсего. А до этого Африка была вся свободна. Независимость недавно объявили. А независимость начали объявлять с 1955 года. Вот так где-то. Ну и сейчас до сих пор объявляют независимость. Ну то есть не так много они были колониями в Африке. И никто не знает почему. Никто не знает. то есть цифры видите сколько много влияют на нас. Поэтому вот я забросил вот это вот вам. Почему? Думайте. Вот так вот. И сейчас опять идет передел мира. 2022 год. Переделы мира все это называется. Сильные пытаются делить мир. и в конечном итоге чем закончится все. Ну вы книгу откровения должны знать уже. Чем? Сколько государств останется? Пять. Пять. Неплохо уже цифра пять. А ты думаешь сколько? Десять. Десять. Вот это верная цифра. Десять царей будет. К концу мира когда придет антихрист будет антихрист будет десять царей и семеро ему покорятся. А три царства не покорятся. Они объединятся и будут биться против против этого. И там войска севера потом пойдут на юг. Не сказано сколько царей но войска севера. Севера причем. Ну а догадайтесь с одного раза где у нас север то? Канада конечно. Ну да. Ну вот и дальше. Дальше читаем. В которую вошли ученики его. Иной не было и что Иисус не входил в лодку с учениками своими а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки близко к тому место где ели хлеб по благословению Господнем. Вот почему мы и говорим что это было там именно оттуда они отплыли. Итак когда народ увидел что тут нет Иисуса а они шли по берегу то есть вот там где перехватили его увидели но он не по берегу только шел он увидел их видать может шел по берегу и решил к ним подойти а тут волны тяжело им страшно они устали и Господь ну облегчил им немножко этот путь ну чуть-чуть облегчил вот так раз сразу и пристали и все утихло вокруг они не успели даже удивиться наверное ну как непонятно представьте и как как себя вести что делать никаких вопросов причем не задают вот были кремнии мужики я бы наверное прям Господи а как так молекулы в какую сторону полетели а электроны как крутились много знает через все селбушку получил от Господа и сказал бы так 130 помнишь ну да ну вот и не твоего ума знать как все происходит отвергся себя ну как бы так Господи отвергся нужно по-настоящему отвергнуться себя ты должен быть мужествен вот такие были вот они мужественные апостолы поле купил поле купил надо проверить да женился да надо жену проверить итак когда народ увидел что тут нет Иисуса не учеников его то вошли в лодки приплыли в Капернаум ища Иисуса и нашедшие его на той стороне моря сказали ему Рави когда ты сюда пришел Иисус сказал в ответ истина говорю вам вы ищете меня не потому что видели чудеса но потому что ели хлеб и насытились то есть опять картину надо рисовать опять жалко нету твоих можно теперь хлеб совы не брать ну да так они туда и поплыли быстренько приплыли а им говорят мы тут хлеб ели а мы его не видели по дороге мы вот проплыли нету как так да они должны еще они не доплыли бы они долго же там всю ночь выплыли то есть им говорят они вот при нас выплыли вечером я представляю после этого сколько народ за него ходил после того как все рассказали что они хребли ну да да так они царем его потом хотели сделать сейчас будет еще нашедший здесь говорит нам толкователь господа фигалок болгарский молодец здесь вот как только он начинает про монахов у него планка западает про женщин тоже вот это не он ну что сказать те таковременно он равен вот так нашедший здесь господа интересно если бы Иоанн Златоус сейчас у нас тут побывал что бы он о монахах говорил ну и дали бы возможность проехаться по монастырям ну вот ездит ну вот смотри вот какая вера а вначале чтобы он у нас побывал в общем а потом вот давай везде езди вот было бы интересно мы бы ему тут рассказывали он бы говорил да бросьте байки рассказывать мне всякие я сам ну по гречески разговаривал я сам он бы сказал что вас так мало да мало не ну тут община может быть маленький город он же не знает мы бы сказали а теперь мы тебя везде провезем отче и владыку и ты со всеми разговариваешь там с епископами и все они как бы его узнают и вот он начинает с ними разговаривать как что они его давай там в семинарию в семинарию и такой этим знак делает епископ быстро побриться быстро я златоус здесь и они семинаристы бреются а ты как думала по приказанию епископов он бы удивился что наш голос считается маленьким да он бы не этому удивлялся он бы удивлялся тому что все безбородые ходят и женщины в штанах он бы такой и бесплатно а мы бы сказали да у нас и не государство не верующее ну есть там ну сказал патриарх что на 72% верующих православных видел 5 билбордов огромных в Москве с благородицей билбордов а вот эти которые да да конечно я же смотрю я же переиллюстрирую там эту переписку там Лидия опять выскочила вчера за живое бывает задеваю людей итак нашедший здесь Господа народ не падает пред ним не хочет узнать как он пришел не расспрашивает об этом чуде но как небрежно говорит когда ты пришел сюда те которые хотели нечаянно взять его и сделать царем когда нашли его не желают уже ничего подобного они не обращают внимания на чудо но желают в другой раз насытиться как и прежде посему-то Господь и укоряет их он не сказал чревоугодники вы и обжурливы но сказал кротко ибо он обличает их с желанием исправить и через открытие тайн сердца их привести их к большей вере то есть они это чудо они даже как чудо не восприняли все уже привыкли а ученики им видать рассказывали но они даже никто не спрашивают видишь ученики может быть и говорили да но никто но давайте еще нарисуем картину то как видит ее на другой день то есть все на другой день то есть утро настало почему написано на другой день то есть светло стало время прошло время такое что можно было доплыть до Капернаума то есть мы так прикинули если там где-то километров 30 было 35 до Капернаума то они должны были преодолеть это за ночь они должны были преодолеть это потому что ну там максимально 8 узлов ну где-то 5 километров в час они на лодке этой гребли тем более волны были и так далее ну да где-то с 10 часов они тогда добрались ну да потому что понятно парус нельзя было поставить волнение шторм да и поэтому они вот сколько ну ну там может потом и не было бы шторма то есть ну не шторм а волнение на море то есть волны надо было а волны в какую сторону мы не знаем ну может что-то им помогало иногда ну то есть понятно что они должны были уже приплыть они приплыли кстати они же видели Иисуса так дальше а те которые на той стороне находились они не видели что Иисус сел в лодку ну что ученики отплыли одни ученики между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту где ели хлеб по благословению Господням так теперь надо узнать где Тивериада так Тивериада Тивериада она то есть они должны были совпасть по пути своему то есть во первых они очень быстро к Апернауму пристали то есть вот эти люди мгновенно то есть еще ночью еще ночью они пристали другой народ стоявший по ту сторону моря видел что там кроме одной лодки трешей ченки иной лодки не было то есть как они могли приплыть так быстро то есть этот народ а эти ученики шли по берегу то есть они не удивились это а из Тивериады это где-то рядом и так увидел что тут хлеб а между тем пришли из Тивериады другие лодки нет на лодках плыли видать не только на лодках но и пешком шли и пешком тоже шли потому что они и лодкой не столкнулись со Христом не увидели и по дороге никто не увидел его так что там Тивериада не видно надо просто набирать Тивериада то есть он тут накормил всех они видели что Иисуса не было ученики отлыли а Иисус значит где-то здесь они расслабились а вот он а где Иисус нет ну-ка бегом все куда в Капернаум и завел нет не не в Капернаум они же из Тивериада я сейчас не могу понять то вошли в лодки и приплыли нет они обратно поплыли в Капернаум здесь они поплыли именно туда где он выдавал хлеб то есть на генесарийскую страну и Тиверия вот наш новых где Тиверия вот Тиверия идет вот с этой стороны Тиверия нет вот она нет они все в Капернаум собираются и люди то есть Иисуса с ними не было с учениками и они решили что Иисус здесь еще остался в Тивериях любых надо карту слова набирать вот и веком побывали ну вот все точно Тиверия вон она где Тиверия она чуть не с Капернаум рядом ну хорошо так понимаю они все в Капернаум собираются все бегом скорее им сказали что он в Капернаум и как так ну да они подъехали к Капернаум и там его встретили ученики одни в Капернаум отплыли а Иисус с ними как он оказался там это чудо их никак еще это озеро называлось Кенерет генесарийская а когда ты сюда пришел ой какие коты плохие вообще ничего не видно так ой нет только не вообще ну да понятно короче Тиверия находится Тиверия находится если вот возьмем вот это озеро Генесарийская вот это озеро Генесарийская то как бы так Господь раздавал еду где-то вот здесь вот в этом месте вот это все само озеро и вот 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 тут раздав еду вот тут ученики он пошел пошел по дороге сказал ученикам они спустились и поплыли пять километров с половиной проплыли вот так и встретили его вдоль берега они плыли встретили его он по воде вот так пришел а потом во мгновение ока вот это Генесарийская с этой стороны а Галилейское озеро с этим что-то Галилея называли Гергеса Вифсаида вот они были где-то между Вифсаидой и Гергесой вот посмотри сама а где Тивериада Тивериады нету а Тивериада там где Каперном ниже Каперном вот получают и вот они пристали вот сюда вот быстро вот сюда пристали вот на эту сторону вот тут где-то приблизительно Каперном а Тивериада вот здесь вот из Тивериады им сказали что он здесь пищу раздает узнали переплыли И они поплыли через Капернаум А там не было его еще И они поплыли дальше и дальше И приплыли сюда и говорят И где Господь А те, которые Кстати, которые доплыли до Капернаума А там Господь Они спрашивают, как ты сюда попал Куда они плыли-то тогда, я не могу понять Вот это вот мне непонятно Я не могу Вот так И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса Они учеников его, то вошли в лодки И приплыли к Капернауму, меща Иисуса А, и нашедшие его на той стороне моря Сказали ему, Равик Вот, все понятно теперь То есть они поплыли вот сюда Они не через Капернаум плыли А по прямой проплыли Да, вот из Тевериады Они переплыли вот сюда Вот так вот, вот тут Капернаум, тут ниже Тевериады Вот так переплыли и спрашивают Где Христос? А они говорят А он ушел там, тут, в Капернаум И они все поплыли к Капернауму Приплыли и уже спрашивают Господа, а как так-то, это Чего мы тебя не застали? С животом не входил с учениками Ну да, с учениками не входил Как ты тут оказался так быстро? Ты же еще идти должен Ну, то есть пришел пешком Да, то есть ты ищи Идти должен здесь Сюда пришел Иисус сказал в ответ Истина, истина Говорим, вы ищите меня Не потому что видели чудеса А они должны были поклониться ему Как говорит нам толкователь Они должны были его За кого-то великого Почесть Почитать Но они говорят Ну, потому что мы вот сюда приплыли А сами молчат Вот в чем дело Они не сказали Господи, мы желаем поесть хлеба Из ничего Или там Из вот И хлеба прирастающего Как вот При Елисеи там ели Ну, они Так, с лукавством это все Говорят Как так А тут еще говорится про тех Которые царем его избравили Это как раз вот это самое Это будет написано У другого евангелиста Что его хотели избрать царем Так, это было написано Наверное, у Матфея У Лакулки Что его хотели избрать царем Да? Давайте посмотрим точно Чтобы нам Не лукать Лукать, наверное Лукать от слова Лука, наверное Лука и Клеопа же шли Я так понимаю Ну, я так Просто между делом Так Как же это написать-то Сделать Вот так раз Ну, сейчас мы тут найдем Печи Мессия, Еремия Не, не вот Вот Лука Христом царем Семен называет Так Нет, не лука А что ты хочешь найти? Ну, что хотели сделать его царем Марка Называть себя царем Это Царем Большой буквы А, вот Это все-таки у Иоанна 16-15 Было Это было Вот, прям было Вот, мы прям читали Ису же, узнав Что хотят прийти Нечаянно взять его И сделать царем Опять удалился На гору один И дальше Вот это все Мы теперь читаем То, что сегодня читали Так Ну, вот Вот мы с вами разобрали Все Разобрали Я думаю И достаточно На сегодня И помолится у нас Енафа Достойно есть Якова истину Блажите Тя, Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя, величай Да, еще Наверное Надо заключение Сделать к этому Здесь Господь Должен был им Сказать Что не хлебом Единым будет жить Человек Но всяким словом Исходящим из уст Божьих И он им Это не сказал По той причине Что они все Не могли это вместить А ученики Когда придет время Вместят И Все встанет На свои места В общем так Раньше времени Его не должны были Видеть как Бога Вот Не должны были люди Осознать это Ну правда Были свои последствия Они не осознали Его как Бога Это хорошо Господь этого Но зато Они сделали его Врагом всего человечества Враг номер один И убили Ну то есть Не увидели А нужно было Золотую середину Избрать И идти просто за Христом Как он вел Учеников Вот так надо было идти Ну и там Ученики еще не до конца Но Мария Магдалина Их подправила И конечно Престая Богородица Жены показали Что Господь Уже До такой степени Прославлен Что надо его Славить как Бога И тогда Ученики До учеников Как только дошло И тут Господь И явился им Вот так Слава Христу За его слова Дочь Иосифа Соломия Соломия Одна из А другая Маришка Кто еще Дочь Иосифа Названного И Соломия А вторая Ну надо посмотреть Просто и все Мне тоже интересно Мария там Нет Марии не было Не Мария А тоже Так Очень простое И не Елизавета Что Мария Яковлева Мария Яковлева Соломия Соломия Это Сестра Ну ее Как бы Дочь Хотя там Конечно Старше ее было Ну там есть Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помогите Господи Благодарю Тебя За то Что мы собрались Здесь За слово Твое Дай нам Разумение Понимать Твое писание Господи Богослови нас На Предстоящую неделю Сохрани нас От опасностей Видимых И невидимых Тебе слава Всего Детца И Света Аминь Аминь Спаси Христос Спаси Христос С миром Божьим